В Петербурге голый мужчина решил поджечь себя в магазине, тоже классика, каждый день обязательно голый нападает на полицейских или еще что-то, или поджигает, ну и раньше тоже люди сходили с ума, раздевались, но сейчас этих голых очень много, это на полном серьезе, очень странно, очень странно. Постоянно в каждом городе голый, что-то он там ведет себя агрессивно, видите, поджигает себя, поджигает кого-то, набрасывается на кого-то, что происходит, я не знаю, у меня нет ответа, раньше такого не было. То есть судебные психиатры, как вы видите, помалкивают, институт Сербского молчит, а это к ним вопрос, почему в таком количестве происходит это, в огромном количестве, невероятно. И тело новорожденного ребенка обнаружили в подмосковном лесу, просто классика тоже, бабушка за цепью расставила трамвай в Ульяновске, ну, жучу, что творится, бабушке только, может быть, тоже селфи делала там, жители Ижевска убили за отказ кукарекать после прогресса в шашке. О, бля, жуткие дела, у меня даже вот слов нет, они сами кукарекают тут все Путину, и не хотят разобраться с Путиным, не хотят разобраться с своими начальниками, зато вот за какую-то херню, за мелочь, представляете, они убивают человека, что в башке у этих людей, не знаю. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту расстрела мирных жителей в Орловской области во время Второй мировой войны. Бля, а на валюту Шкуратова не возбудил еще уголовное дело, а то Путин вспоминал тут, да, не дал на валютку. Бля, эти жути, вот чем они занимаются? Ну, ФСБшники опять террористов задержали, это уже классика, бля, каждый день там пачками они задерживают каких-то людей. Водитель остановил мужчину, так, 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 оставил мужчину, водитель на остановке, это случай человека, инсульт, у человека был инсульт, ему таблетки выдали, у жены, я так понимаю, сахарный диабет, и у нее таблетки понижающие сахар, он перепутал, съел ее таблетки, стало ему плохо в Самаре, в автобусе. Ну, водитель увидел, что человек отрубился, но почти в коме уже, представляете, сахар упал там почти до нуля. Он взял его, вытащил и бросил. Ну, слава богу, что кто-то там позвонил, вызвал скорую, оказал помощь и так далее, привезли этого человека в больницу, там быстро установили, что сахар в нулях, ну и откачали. Вообще могло оказаться поздно, да. Очень хорошо, что так получилось. Исчез, пошел в поликлинику, исчез 7-летний калининградец, оказалось, что он поскользнулся, упал в ручей, пролежал в ручье 12 часов, слава богу, что его там нашли. И на российской трассе произошло массовое ДТП с пассажирским автобусом, Москва, Астрахани, три лиховых автомобиля столкнулись. Классика, ну, на таких дорогах, понятно, автобус едет по дороге, едешь навстречу и думаешь, проеду я или не проеду, потому что, ну, прям в склин проходишь. Если автобус или какой-то дальномер, то если у тебя более-менее большая машина, там, ладно, когда легковая, а если ты на домике, вот как мы в 16-м году едут за рулем на этом домике, он достаточно здоровый. Навстречу автобусу. Смотрю по габаритам, ну, никак. Чуть-чуть захожу, это Томовская трасса, чуть-чуть захожу на обочину, скорость сбрасываю, захожу на обочину и проходит на спичечную головку от зеркала. Я думаю, нифига себе, вот это вот, да, разъехались. То есть, у него зеркало выше моего. Если бы так, то вообще бы зеркалами столкнулись. Поэтому проскочил. Жуть, конечно. В Кирове на шинном заводе рабочий погиб. Огромное количество производств, на которых ежедневно в России гибнут люди. Вернее, производств все меньше и меньше, а жертв все больше и больше. В Челябинске отец прыгнул в колыд за восьмилетним сыном. Оказывается, канализационный люк был непрочный. Ребенок наступил туда, провалился. Следом прыгнул отец. Ну, слава богу, его с двухметровой глубины извлек. Ну, говорят, мальчик умеет плавать, поэтому вроде так нормально. И там была вода. То есть, не засосала никуда. И вот пишут, что в Кировской области за 2020 год 16 детей выпали из окон домов. Ну, может быть, это сведения и не очень верные, поскольку занижают. Но даже если предположить, что 16 детей, представляется, население Кировской области, это миллион двести тысяч человек. Миллион двести тысяч человек, на них 16 детей из окон выпало. Это жуть, конечно. То есть, это вот можно уже в процентном отношении по всей России рассчитать. Но есть регионы типа Санкт-Петербурга и Москвы, где на такое же количество людей приходится гораздо больше домов, высотных домов и так далее. Там в Кировской области одноэтажно какое количество домов? Жуткое. И возьмите Москву. Поэтому там будет совсем другой, конечно, процент. Два человека пострадали из-за взрыва газа в жилом доме. Вот видите, развалило в Тверской области. Газ взрывается, как будто там какими-то беспилотниками атаковали. Газ системы ГРАИС СТОКОН ГРАИС СТОКОН ГРАИС СТОКОН ГРАИС СТОКОН Продолжение следует...